Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. И сегодня на обзоре у нас будет 3d лазерный уровень от компании Hupar. Это модель 603CG с зелеными лучами. Приходит вот в такой фирменной коробке с логотипами. На коробке можно увидеть, что прибор прошел множество сертификаций, в том числе сертификацию FDA для продажи в Америке. Да, если вы помните из обзора лазерного уровня Firecore F93T-XG с зеленым лучом, то он приходит вот в такой обычной коробке, не фирмовой. И на сумке у него также нет логотипа. Уровень же Hupar приходит в фирменные коробки и на сумке также присутствует логотип. Да, друзья, и в этом видео еще будет задействован лазерный уровень Fukuda MW-93T-3GX. Это тоже 3d уровень с зелеными лучами, с которым сегодня также сравним наш Hupar. Все дело в том, что все 3 нивелира Hupar, Fukuda, Firecore делаются на одном Fukuda заводе, но в Европе и Штатах продается только лазерный уровень Hupar, поэтому можете судить о серьезности этой компании. Ссылку оставлю как всегда под видео. И еще, друзья, такой момент, если кто живет в Белоруссии, то вы можете купить этот уровень в специализированном магазине с гарантией, ссылку на него также оставлю под видео. Итак, в комплект у нас входит переходной бокс для батареек, зарядное устройство и адаптер для работы от сети, такое магнитное крепление, сейчас чуть попозже все рассмотрим поближе, магнитная мишень, сам нивелир и внутри прибора установлен аккумулятор. И также, друзья, есть такая уже полноценная инструкция на разных языках, в том числе на русском. Так, и давайте посмотрим все поближе. Из инструкции узнаете, как включаются различные режимы, описание прибора и также есть подробные технические характеристики. Наша модель 603CG. Из технических характеристик можно увидеть класс лазера, длину волны лазера, погрешность плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров, это 0,3 миллиметра на метр, диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса, рабочее расстояние 25 метров, но это, друзья, все в зависимости от степени освещения, чем светлее, тем меньше расстояние, а чем темнее, тем линию будет видно, соответственно, дальше. Литий-ионный аккумулятор, 74 вольта, 2600 миллиампер часов, либо также работает от 4 пальчиковых батареек. Также указано справочное время работы от батареек, если все плоскости включены почти 2 часа, от аккумулятора при всех включенных плоскостях почти 7 часов работает. Размер резьбы в основании прибора 1,4 и 5,8 дюйма, то есть две стандартных резьбы. Класс защиты IP54 от пыли и влаги. Рабочая температура от минус 10 до плюс 45 градусов и температура хранения от минус 20 до плюс 60 градусов. Вот такой переходной бокс для батареек, он идентичный, что у Fireco, что у Fukuda, один в один. Вставляете 4 батарейки и вставляете батарейный отсек в прибор. Адаптер идет сразу с европейской вилкой, без переходника, это очень хорошо. И технические характеристики вилки можете посмотреть здесь. Такая же вилка, кстати, идет у Fireco. У Fukuda идет, как правило, вот такая вилка и аккумулятор заряжается у нее отдельно, не в приборе. Возможно, что это несколько удобней. Если у вас два аккумулятора, то один аккумулятор у вас стоит на зарядке отдельно, другой в приборе. Такая стандартная пластиковая мишенька, магнитная, сделана хорошо, очень удобная вещь. Аккумулятор именно у зеленых уровней, он идет на 2600 миллиампер часов, у красных на 1500. Эти аккумуляторы есть в продаже, поэтому купить второй запасной не составит никакого труда, вы спокойно его найдете. Так же в комплекте идет магнитное крепление со становым винтом, у которого резьба 1,4 дюйма. Так же его можно закрепить на ремешки, либо на саморезы. Снизу есть две втулки с резьбой 1,4 и 5,8 дюйма, для крепления на штатив, к примеру. И так же снизу дублируются магниты. Неплохое, хорошо сделанное крепление. Так, друзья, и сам прибор. Ну, как видите, он полностью идентичен лазерному уровню Firecore. Единственное отличие, башни у Q-Para сделаны из металла, именно у зеленой версии. Если же мы возьмем Firecore, то башни у него будут сделаны из пластика. Да, эта модель у меня с красным лучом, зеленым нету, но посмотрим по корпусу и сравним. У обоих стоят излучатели Sharp. Да, друзья, сейчас слышал от некоторых пользователей, кто покупал последние приборы Firecore, им попадались какие-то другие излучатели. Я, честно говоря, уже не знаю. С этими излучателями творится полный фейл. Китайцы сортируют их, меняют как хотят. Поэтому уже как-то оценивать именно эти излучатели стало очень сложно. В остальном приборы идентичны. Сзади гнездо для зарядки, либо работы от сети. Снизу приборы также одинаковые. Единственное, на крышке батарейного отсека можно увидеть различия. У Q-Para перечислены пройденные сертификации. Если сравнивать с Fukuda, то у Fukuda есть небольшие такие огрехи по корпусу. Они совсем не критические, но по сравнению просто с тем же Q-Para или Firecore, у последних корпус собран идеально. У Fukuda иногда встречаются такие неровные зазоры. Но друзья, я знаю, что скоро выходят новые модели у Fukuda. И там уже эта проблема будет полностью решена. Корпус будет, как говорят, идеальный. Посмотрим. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Снизу также видно отличия по пройденным сертификациям. А по большому счету основания у приборов очень похожи. У Firecore и Huepara есть небольшие отличия по панели управления. Они заключаются только в обозначении кнопки режима работы с приемником. У Huepara она обозначается буквой P, пульсирующий режим. У Firecore вот такими стрелочками. Это два распространенных обозначения. В остальном же все индикаторы, индикаторы батареи все сделано одинаково. Да, еще такой небольшой отличительный момент. Так как Huepara у нас имеет металлические башни, то он весит немножко тяжелее. Если Firecore у нас весит 721 грамм со вставленным аккумулятором, то Huepara уже весит 753 грамма. То есть на 30 грамм где-то тяжелее. Fukuda со вставленным аккумулятором весит 685 грамм. Если говорить про алгоритм переключения плоскостей, то он у всех трех приборов абсолютно одинаков. При включении тумблера сначала загорается горизонт у всех приборов. Получается, что башни на одной высоте и линии сейчас все накладываются друг на друга. При нажатии кнопку на лазер отключается горизонт, включается вертикаль спереди абсолютно у всех приборов. Единственное, у Fukuda панель сенсорная и нет индикатора разряда батарей такого многоступенчатого. В остальном же управление такое же. Следующее нажатие добавляет вторую вертикаль у всех приборов. Следующее нажатие включает все три плоскости, две вертикали и горизонт. Ну и следующее нажатие соответственно отключает вертикаль и оставляет только один рабочий горизонт. Что касается установки компенсатора, то он также у всех одинаков, так как внутри стоит идентичный компенсатор. Чуть попозже разберем приборы и вы увидите, что они ничем не отличаются. Так давайте я попробую качнуть все три прибора одновременно и посмотрим как они устанавливаются. Друзья, как видите в районе трех секунд все приборы устанавливаются. Что касается дополнительных режимов, здесь также все идентично. У всех трех приборов есть режим работ с приемником. То есть при этом линия начинает гореть чуть тусклее и загорается соответствующие индикаторы. И режим работы под наклоном активируется у всех таким образом. Выключаете приборы, то есть блокируются компенсаторы. Достаточно хорошо, при тряске ничего не трясется. И просто при заблокированном компенсаторе удерживаете кнопку лазер. В районе двух-трех секунд. Все загорается линия и можно размечать что-то под наклоном. Линия в этот момент будет мигать где-то раз в пять секунд. Тем самым напоминаю вам, что вы находитесь в спецрежиме и это не является уровнем. Вы просто отбиваете ровную линию и также у Фукуды. То есть друзья, как понимаете все идентично. Если совсем грубо говорить, то все отличие сводится к железным башням и то что Хьюпар имеет намного более обширную территорию продаж. Включая Европу и Штаты. Из этого конечно можно сделать костный вывод, что предпродажная подготовка у Хьюпар намного выше. Так давайте теперь я их разберу и посмотрим как они устроены внутри. Итак, вот я разобрал все три прибора. Это Фаерко, Хьюпар и Фукуда. Как видите друзья, у них просто идентичный компенсатор. Единственное что могу сказать, при разборке с железными головами как-то все стоит намного плотнее. И у них такие более большие резинки что ли. То есть когда разбираешь Фаерко либо Фукуду, то башенки сами вываливаются. При разборке Хьюпара с железными башнями пришлось сделать это потихоньку, аккуратно, так как они очень плотно сидели. Еще одно отличие, это только что у Фаерко и Хьюпара есть работа от сети и поэтому идут провода к гнезду. У Фукуда же работы от сети как таковой нет. У него зарядка происходит отдельно, я уже говорил об этом ранее. И поэтому никаких проводов дополнительных нет, просто снимается верхняя крышка и все. По настройке рассказывать в этом видео я не буду. Видео по юстировке и Фукуды и Фаерко есть на канале. Поэтому смотрите, это же будет и применяться к Хьюпару. Предлагаю сравнить их толщину линий, также взять и красную линию, сравнить зеленую на разных расстояниях. Возьмем метр пять и десять метров. И также после проверки толщины линий проверим Хьюпар на точность. Посмотрим как он настроен. Итак, вот приборы установлены на расстоянии одного метра от стены. Давайте посмотрим какая у них толщина линий. Сверху идет Фукуда, посередине красный Фаерко и снизу соответственно Хьюпар. По яркости видно друзья, что они одинаковые, что красные, что зеленые хорошо видны. Но чисто визуально Фукуда кажется чуть-чуть потолще сверху. Давайте посмотрим на пяти метрах. На пяти метрах толщина у них одинаковая, в районе двух миллиметров, чуть поменьше. Фукуда сверху, Фаерко красный посередине, Хьюпар снизу. И давайте посмотрим на десяти метрах. И на десяти метрах результат также практически одинаковый. Толщина у них в районе трех миллиметров, чуть поменьше. Да, на фотоаппарате красный луч видно в принципе неплохо. Но если смотреть визуально глазами, то он чуть-чуть проигрывает по яркости. А по толщине красная линия такая же как и зеленые линии. Ну вот друзья, как-то так в принципе используются одинаковые модули. Тем не менее, какие-то различия все равно присутствуют. Так, ну и теперь предлагаю проверить его на точность. Проверку начнем с горизонта. Как вы помните, погрешность у него заявленная 0,3 миллиметра на метр. Или плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров. Как правильно рассчитывать погрешность смотрите на сайте laserlevel.ru Либо переходите по ссылке в правом верхнем углу. И давайте на этих же десяти метрах и проверим эту погрешность. Здесь у меня есть расстояние 9,9 метра. Ну практически 10 метров. И давайте начнем. Значит отмечаем первую точку. И потом будем поворачивать по кругу нивелир на каждые 90 градусов. Проверять все четыре сектора. Так вот отметил первую точку по середине линии. Теперь поворачиваем прибор на 90 градусов. Я буду поворачивать по часовой стрелке. Но это не принципиально. Можно поворачивать и в другую сторону. И смотрим как проходит второй сектор через эту точку. Он должен проходить с допустимой погрешностью. Второй сектор проходит практически идеально через точку. Есть очень маленькое смещение. Какие-то доли миллиметров. Но пока это очень классный результат. Давайте смотреть третий и четвертый сектор. Для этого еще раз развернем нивелир на 90 градусов. И посмотрим как бы заднюю часть всей плоскости. Так третий сектор идет с небольшим отклонением от первой точки. Это отклонение в районе миллиметра. Но друзья это все равно очень круто. Давайте посмотрим четвертый сектор. Для этого последний раз повернем нивелир на 90 градусов. И смотрим этот сектор. И четвертый сектор проходит по середине между двух точек. От первоначальной точки разбег меньше миллиметра. Друзья хочу сказать горизонт настроен просто идеально. То есть если даже взять максимальный разбег в 1 миллиметр. Погрешность меряется в две стороны. У нас 10 метров в одну сторону. Получается 10 метров в одну, 10 метров в другую. И в итоге 20 метров можно разметить с погрешностью 1 миллиметр. То есть такая погрешность в несколько раз меньше чем заявленная. Если быть точным и высчитать эту погрешность. То она равняется 0,05 миллиметра на метр. То есть 0,05 миллиметра на метр. Или 0,05 миллиметра на 10 метров. Это очень маленькая погрешность. Так теперь давайте проверим вертикали. Для проверки вертикалей я буду использовать проверенный ранее Fukuda. Его проверку можете посмотреть на канале. У кого нет проверенного прибора используйте обычный нитяной отвес. Это самый верный и надежный вариант. Итак давайте посмотрим первую сторону первой вертикали от Hupar. Итак друзья вот первая сторона первой вертикали у Hupar. Справа идет Hupar. Слева идет Fukuda. Видно что они идут абсолютно параллельно друг другу. Давайте посмотрим вторую сторону первой вертикали. Для этого соответственно развернем прибор и сопоставим вертикали. Давайте посмотрим. Вот вторая сторона первой вертикали. Теперь она идет слева. Справа идет Fukuda. Также видно друзья что они идут абсолютно параллельно друг другу. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Выбираем вторую вертикаль и сопоставляем первую сторону. А потом соответственно вторую. Давайте посмотрим первую сторону. Так ну вот первая сторона второй вертикали она идет справа. Слева идет Fukuda. Друзья они идут абсолютно параллельно. Давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Для этого соответствующим образом разворачиваем прибор и сопоставляем. И на этот раз я навел их друг на друга. Они четко ложатся. Поэтому друзья вертикали у Hupara настроены так же идеально как и горизонт. Давайте посмотрим расхождение угла 90 градусов. Для проверки расхождения угла 90 градусов между вертикалями нам понадобится отметить три точки. Первая точка вокруг которой будем крутиться это на перекрестии двух вертикалей. То есть включаем две вертикали и наводимся перекрестием на точку. И две других точки отмечаем на перпендикулярных вертикалях на некотором расстоянии. Расстояние берется индивидуально. Потому что на большом расстоянии в принципе увидеть точку очень сложно. У меня будет в одну сторону расстояние практически два с половиной метра. И в другую сторону расстояние около семи с половиной метров. так давайте отметим точки на этих расстояниях, да друзья кстати кто не видел обзор на этот дальномер S&Way новый обязательно смотрите на канале, очень классный недорогой дальномер и скоро еще выйдут обзоры на дальномеры S&Way других моделей с зеленой точкой и модель с аккумулятором, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, ну и конечно же нажимать на колокольчик, итак давайте отметим точки, эта точка на двух с половиной метрах и давайте отметим точку на семи с половиной метрах, и так выглядит дальняя точка. Теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов и сопоставляем перекрестие с нижней точкой и наводимся одной вертикалью на любую из точек, но я буду наводиться на ближнюю, так как мне ее хотя бы видно, после того как вы наведетесь на эти две точки, вторая вертикаль должна проходить через соответствующую дальнюю точку с допустимой погрешностью, этого теста друзья достаточно, если угла 90 градусов между вертикалями не будет, то в принципе при таком повороте вертикали в ранее отмеченные точки не попадут, итак давайте я сейчас наведусь вертикалью на точку на ближнюю и посмотрим как проходит вторая вертикаль через дальнюю точку, так друзья вот я наконец вроде как навелся, очень сложно наводиться на самом деле, так как перекрестие внизу очень яркое и буквально слепит глаза, поэтому я точку периодически теряю из вида, так вот навелся на перекрестие снизу, вот так я навелся на ближнюю точку, давайте смотреть дальнюю, так и на дальней точке линия как будто никуда не двигалась, друзья я реально такого давно не видел, угол 90 градусов также просто идеально настроен, я честно говоря очень удивлен, лазерный уровень Heupar 603CG настроен очень круто, в общем добавить особо больше нечего, я считаю из этих трех нивелиров Heupar именно с металлическими башнями однозначно выигрывает, друзья если видео было полезным обязательно ставьте палец вверх, на этом все, всем добра, пока-пока!